Присаживайтесь поудобнее. Все устали за два дня. Сейчас немножко отдохнем с вами. Итак, как Антон сказал, меня зовут Андрей. Я приехал к вам из Киева. Чем я вообще занимаюсь обычно? Выступаю на конференциях и куда-то по чуть-чуть контрибьючу. У меня есть небольшой блог. Как-то так, можно найти меня в интернете. Если вам скучно работать в офисе, можете попробовать работать удаленно у нас. Как-то так. И почувствовать весь кайф работы из дома. Но доклад я свой хочу начать с такого небольшого эпиграфа. Дейкстры. Он как-то сказал, что ошибается тот, кто думает, что продуктом, который мы производим с вами, программисты, являются программы. На самом деле, я считаю, что, ну и так, собственно, это так Декстра считает, я согласен с ним. Продуктом должны быть именно решения, которые вызывают доверие и уважение. Собственно, о чем пойдет вообще сегодня речь? Речь пойдет о спортивном программировании, о дисциплине. И сейчас я очень кратко объясню, в чем суть. Мы берем с вами уже известную и решенную хотя бы одним человеком какую-нибудь задачу из области компьютерных наук и пытаемся ее решить на время. Собственно, мы не рассматриваем задачи, которые нерешенные или не имеют конечного решения. Специально добавил ссылку. Можете посмотреть. Ну и такое лирическое отступление. Я не являюсь профессиональным победителем, там, олимпиад и так далее. Я занимаюсь уже этим лет пять, может шесть, как более-менее узнал про Python. И расскажу путь, что я делаю и зачем вообще. Итак, все очень просто. Вам дается задача. Наверное, самая любимая часть для меня – это то, что там есть некий бэкграунд или история. Собственно, дальше идет описание входных параметров, какие параметры мы должны, собственно, напечатать в stdout, какие-то хинты, иногда картинки. Ну, там, типичный пример задачи. Без деталей решать ее не будем. Вот. Собственно, все. То есть я обычно занимаюсь этим в свободное время, в выходные, когда есть настроение. Вот. Естественно, есть большие контексты, например, как Google Code Jam, Facebook Hacker Cup и так далее, где все профессионалы и не только могут поучаствовать без каких-то там ограничений. Есть соревнования для университетов. Вот. Я сегодня сфокусируюсь только на вот этом онлайн George. По сути, это платформа, которая существует с 97-го года. Вот. И на ней есть приблизительно около 4500 задач. И, если по-честному, все остальные копируют оттуда. Ну, кое-что меняют, понятно. Но идеи и задачи, все сайты, которые вы найдете, они корнями уходят в этот, собственно, онлайн джадж, который был сделан, если не ошибаюсь, в институте Испании. Вот. Такой маленький интересный факт, чтобы на этом сайте попасть в топ 500, надо решить 500 задач. Ну, много не мало. Вот. Есть некоторые ребята, которые решили все задачи. Их там около 5000 задач. Поехали дальше. Вот. Я построил такой график специально. Мне было интересно. Я слежу за этим очень давно. И я заметил такой некий тренд. Вы сейчас спросите, блин, спортивное программирование, питон, что за бред? Выйди, пожалуйста, из комнаты. Там должен быть C++. И как вы видите, действительно, рост C++ есть огромный. Связано это понятно с чем. Вот. Но. Красный график – это популярность питона в Google Code Jam. И как вы видите, он активно набирает обороты за последние 10 лет. Стремительно растет вверх и обогнал немножко даже Java. Java – это оранжевый график. Данные. То есть я расчеты все могу предоставить, если кому-то интересно. Данные я взял из сайта Google Code Jam, где они постят решения всех участников. И, соответственно, есть некая статистика количества участников, которые… Только это не те, которые отправили решения на питоне или на C++, а чьи решения были именно приняты. То есть правильные решения. Соответственно, C, как обычно, стабилен и не поколебен. Вот. Итак. Я весь доклад разделил на несколько этапов. То есть, как бы это глупо не звучало, но нужно научиться быстро печатать. Вот Андрей показывал вам трюки из PySharmon. В принципе, я очень много тоже пользуюсь PySharmon. В C++ разработчики часто, участники программных олимпиад, они часто используют так называемые макросы. Их код просто выглядит ужасно. Вот. В питоне можно сделать проще. Обычный на создавать себе 10 темплейтов, которые вот таким вот способом можно там инлайнить, и будет то же самое. Соответственно, вы тут не проиграете ни одному C++ разработчику. Из плюсов ваш код будет более читабельный, потому что это не макрос, а это настоящий код, и вы его видите. То есть, если вы видели решение на C++, то они достаточно странно выглядят. Вот. Все циклы заменены на однобуквенные замены с параметрами, и это все вот так вот накидано. То есть, это не то, что дебажить и читать. Это вообще невозможно. Я иногда удивляюсь, как они вообще это пишут. Вот. Ну, и в целом в жизни вам поможет скорость набирания текста, потому что я тоже очень часто удивляюсь, когда программисты сидят там с мышкой, то есть пытаются что-то там делать, вот, и очень медленно или там смотрят на буквы, вот, перед тем, как что-то напечатать. Собственно, это, в принципе, поможет работать более эффективно. Ну, это не самое важное. Одно из самых важных – это в этих контестах, собственно, вам дается 3 секунды, нужно делать решение, вы понимаете приблизительно, какой объем задачи. Обычно объем задачи – это какой-то N, скажем, там, 100 миллионов будет у вас максимальный массив, или, там, 10 миллионов. И когда вы пишете алгоритм, вы приблизительно знаете, все очень зависит, как мы отправляем решение, но вы знаете, сколько приблизительно миллионов элементов в массиве в максимальном случае вы можете перебрать. Ну, там, скажем, 100 миллионов на питоне за 3 секунды мы перебираем, и наше решение применяется. И дальше очень важно уметь быстро прикидывать, поместимся мы или нет, чтобы зря не отправлять решение, потому что если вы отправляете решение, которое упадет out of time или, там, неправильное решение, вам начисляются так называемые штрафные баллы, ну, это как бы не очень. Вот. Но вы скажете, ну, каждый день мне анализ алгоритмов делать не особо-то и нужно. Что такое time complexity? Вообще, кто знает, что такое time complexity? А как часто, только честно, как часто мы на работе с вами вот написали pull request, тесты, в докер все положили и там вот такая сложность алгоритма. Вот кто честно часто это делает? Вот два человека. Молодцы. А что мы с вами часто делаем? Мы прикидываем приблизительно какой объем файлика мы будем читать или там где-то sqln плюс 1 прилетел в цикле, кто-то там оставил. Вот был классный доклад. Я, например, очень часто вижу ошибку цикл и пошли SQL запросы. Это вот прям вообще всегда. Вот. Поэтому я сейчас с вами такой сделаю небольшой опрос и быстренько научу вас вот не анализируя алгоритмы, быстро прикидывать на питоне вообще как оно работает. Вот. Какая здесь сложность, кто знает? Вот n. Правильно? Вот. Вот n. Да, ну как бы есть, грубо говоря, есть где-то какой-то массив, ну там список на питоне и мы, длина у него n, и мы как бы пройдем по всем элементам. Окей. А вот если так? Ну, да, то же самое. То есть с точки зрения алгоритмики это то же самое. Если n слишком большой, а мы пишем что-то другое, это имеет смысл. Ну, для контестов это то же самое. Согласен. А вот так вот. Видите, мы за три слайда мы уже с вами умеем all at n делать. Отлично. А вот со звездочкой задача. Вот. Правильно. Ну, то есть можем, да. То есть, в принципе, и вот, собственно, как я учу всех своих ребят в команде и сам стараюсь, то есть мы прочитываем код, просто рабочий код, и прикидываем, ну, то есть как бы я просто хочу показать, зачем это вообще в жизни нужно. И вот если здесь в базу, да, будет SQL-запрос, там n в квадрате раз, ну, как бы не очень. Вот. Отлично. А вот мой любимый пример. Рекурсия. Давайте. Нет. n в степени n минус 1. Ну, да. Смотрите, давайте так. Давайте. Вот у нас есть фу. Мы ему передаем 1. Ну, ему передаем n. Количество раз мы будем вызывать 1. Если n минус 1 — 2. И в конце… Ну, понятно почему, да? То есть фу, если 1 — return, а если нет, то два раза себя же вызывает с теми же параметрами. Собственно, отсюда это нельзя. Ну, давайте. Ну, 2 в степени n минус 1, да. То есть будет 1, 2, 4, 8. То есть как бы хорошая аудитория, можно работать с вами. Что-нибудь, да, задеплоим. Окей. Ну, как бы, когда мы работаем с питоном, это все уже мы больше… То есть важно научиться оценивать свой код плюс понимать вообще, как сам питон работает. Для этого умные контрибьюторы сделали такую вики-страницу. Кстати, кто про нее вообще знал? Поднимите руку. Ну, хорошо. Значит, для кого-то это будет интересным открытием. Там все структуры данных питона — list, dict, set и так далее — выписаны в табличку. И, собственно, показано, какая операция имеет какую сложность. Естественно, можно пойти в исходники и посмотреть. Ну, из-за того, что там очень много разных оптимизаций, иногда это не так просто. Поэтому эта табличка очень полезная. А вот задача со звездочкой. А какая сортировка в питоне вообще внутри? Кто знает? О, молодцы. Хорошо. Итак, следующая задача — это понять, когда вам пришла задача, нужно понять, какой это тип вообще задачи. Вот. Это отдельная тема отдельных докладов. Есть много разных типов. Ad-hoc — это более реальные какие-то задачи. То есть там какие-то игры, шахматы. Вот. И дальше идут уже по разделам компьютерных наук. Я рекомендую, если вы только начали этим заниматься, вот, начать решать задачи по разным категориям. То есть легче всего начать с ad-hoc задач. Они для того, чтобы их решать, ничего не нужно. То есть вы просто садитесь и решаете. Вот. Дальше вам придется почитать, что такое complete search, разделяй властвуй. Вот. Если интересно, вот, например, отрасль динамического программирования — это вот самая любимая задача на собеседование в Google, Amazon и Facebook. Где-то приблизительно 70-80% задач на собеседовании требуют знания динамического программирования. То есть вот если хотите в Google, можете посмотреть, как решать. Вот. Соответственно, есть и другие типы. Самая любимая моя тема — это, наверное, геометрия. Кому-то, может, графы больше нравятся и так далее. То есть здесь можно уже развиваться во все отрасли, в которых ты хочешь. Ну и, собственно, решать задачи. Вот. Естественно, нужно уметь хорошо программировать на этом языке. Нельзя прийти, взять задачу и там «хочу на go». Три раза на нем писал — будут проблемы. Вот. Как бы лучше всего, я считаю, вот две книги, да, которые вообще существуют. Если вы хотите углубиться в какие-то там детали. Вот Python Cookbook. В ней есть одна глава, посвященная структурам данных. Вот. И сегодня утром Кейт рассказывала про банду четырех и паттерны проектирования. Вот если вы не в курсе, то Fluent Python, Лучиано рассказал именно те паттерны проектирования из банды четырех, которые вообще имеют смысл в Python. Поэтому можно, и не помню, в главе тринадцатой. И, кстати, кому-то из вас мы дарили эту книгу на русском языке. Она там не так переводится. И обязательно прочитайте language reference. Кто читал language reference Python? Молодцы. Видите? Хорошо. То есть, как говорит Андрей Светлов, если у языка нет language reference, это не язык программирования. Можно таким тест Светлова, я это называю. Вот. Собственно, там можно посмотреть все детали. Вот. Ну и самый важный совет, да, это практиковаться. Давайте сейчас с вами немножко попрактикуемся. Попробуем с вами решить там какую-нибудь несложную задачу, дабы вас замотивировать их решать. Собственно, я как-то смотрел интервью, есть такой Петр Мичев, ваш соотечественник, он работает в Google, если я не ошибаюсь. У него спросили, он победитель всех олимпиад, у него спросили, Петр, а как сделать так, чтобы выиграть все? Google, Code Jam. И он дал такой интересный совет. Да, вы должны практиковаться. Многие начинают изучение алгоритмов. Это плохой совет. Вот. То есть он предлагает практиковаться. Как только вы сталкиваетесь с проблемой, идете читать, и вот такими вот джампами можно научиться. Плюс, если идти по категориям, по крайней мере, если вы знаете, из какой категории задача, можно пойти и почитать. Итак, вот. Почти везде, где я встречал, вроде бы олимпиадные программисты, чемпионы, очень умные люди советуют дебажить. Ну, то есть вы написали, ошиблись, что-то не получается. Это пример импута. Я думаю, он для вас не новый. Обычно это, типа, там, количество тест-кейсов. И дальше вот три тест-кейса, там, A, B, A, B, A, B. И там что-то с ними делаем. Вот. И почти везде, где я видел, и я даже видел видео, как чемпионы фигачат принтами. То есть они дебажат принтами прямо на финале Google Code Jam. Он сидит, включает принты. Это вообще шоу для меня было. Вот. Как бы какие тут проблемы, да, есть? Вот у нас здесь и… Вот. И я начал тоже решать. Пытался дебажить. У меня там не получалось. Это было еще лет шесть назад. Вот. То есть в питоне мы можем с вами, ну, принимать вот этот из STDI, собственно, тремя способами. Ну, это не совсем корректно. Это просто пример, что можно рядом положить файл и из него читать. И, как бы, да, не нужно использовать принты. И этот совет, он не только для олимпиадного программирования. В общем, научитесь использовать дебайдер. Пайшарм или там консольный дебаггер. Ну, есть проблема, да, так как вот этот робот, который принимает вашу задачу, он отправляет в STDI, и вам нужно вот все время делать вот так вот. А я любитель консольных дебаггеров, и тут как бы вот есть проблема. Если поставить breakpoint и запустить, то, ну, как бы не очень, да, вот такая ситуация. И ты не знаешь, как тебе, да. И внимательный зритель скажет, ну, можно из файла читать, да. То есть вот здесь вот где-нибудь заменить на читать из файла и потом просто поставить breakpoint, и все будет работать. Да, и я тоже так делал. Но есть проблема. Я забываю это потом поменять, и у меня бывают ложные срабатывания, когда отправляю задачу. То есть я вот падаю, ну, на другой ошибке, потому что этого файла не существует. Ну, вот у меня есть такой шорткат, который я написал сто лет назад. Вот, собственно, он подсмотрен тоже у C++ участников. У них есть похожая функция, ну, не такая же, но похожая, которая, собственно, может одновременно читать из файла и из STDI. И, в принципе, можно поставить такую заплатку и все время делать так. И это будет работать локально, когда вы быстро разрабатываете. И можно отправить, там файла этого нет, оно вычитает из STDI, и все будет ок. Тем самым у вас не будет лишнего неправильного решения, как у меня. Ну, вот. Ну, думаю, здесь все понятно. И в конце, сейчас посмотрим, какой у нас там тайминг. В конце давайте что-то решим. Вот. Вот есть такая задача. Нам нужно сгенерировать, ну, она называется анаграммы, нам дается строка, и нам нужно сгенерировать все комбинации из трех букв. Вот ссылка, кстати, откуда задача взяла. Понятно, как решать. И сейчас тоже внимательный зритель скажет, это же легко на питоне сделать. Есть идеи? Оп, да. И вы не решили эту задачу, это неправильное решение. А знаете почему? Ну, то есть, видимо, автор задачи, он был все-таки больше C++ разработчик. На C++, да, вы правильно решаете задачу, если мы говорим про C++. В C++ есть такая интересная функция next permutation. Она делает не совсем честное сочетание, она его делает лексиографически и без дубликатов. А если мы сделаем с вами на питоне, вот как вы написали, да, то такой вот тест не пройдет, потому что питон нам нагенерит куча дублей. Вот. Чик. Сейчас, сейчас, сейчас. Момент. Смотрите. Внимательный читатель заметит в документации, что вот в этой строчке, да, что permutation, он не генерирует сочетание уникальное, да, он генерирует по позиции. Соответственно, для питона вот эти вот, эти два тест-кейса на самом деле разные, потому что в первом тест-кейсе это первая, а вторая, а здесь наоборот. Вот. Ну, поехали дальше. Вот. Из интересного, то, что ждет нас в питоне, это Сергей Старчака, ну, про него все говорили, наверное, слышали. Это такой серый кардинал из Украины, который контрибьютирует в питон очень много. Вот. Он недавно, если вы читаете Python и DS, если вы не читаете, очень рекомендую подписаться, он предложил в питон добавить вот такие вещи в модуль масс. Их восприняли более-менее нормально, потому что Сергей очень много чего сделал. Вот. Ну, соответственно, если это добавят, то нам будет немножко проще, потому что если мы будем сравнивать питон и го, например, как инструмент для участия в олимпиадах, то в го кое-что из этого есть стандартной библиотеки. Ну, в питоне это все нужно самому писать. В принципе, да, у нас заканчивается время. У меня очень коротенький доклад. Это те книги, на которые я в основном, я их сам подобрал, на которые я базируюсь. Вот. Первый ряд книг – это больше книги по алгоритмам. В целом, когда-то их посоветовал на курсере какой-то курс по алгоритмам. По сути, весь курс строился на этих четырех книгах. Вот. Я думаю, что первую вы точно знаете и вторую. Вот. А нижний ряд – это книги, которые помогают вам. То есть, если вы любитель, как я, и начинаете, собственно, свой путь, очень сложно решать некоторые задачи, класс задач, которые вы ниоткуда не знаете. Соответственно, вот есть несколько книг, которые… Они все больше про C++. Вот. Ну, собственно, там можно что-нибудь подчеркнуть, некоторые идеи. Одна из них – скиены. Вот. Ну, и так далее. Вот. Эту книгу, кстати, мы тоже, кажется, кому-то дарили, я видел. На русском языке. Вот. Естественно, невозможно на докладе рассказать очень много всяких штук. Поэтому я создал телеграм-канал, в котором я решаю задачи и выкладываю тернистый путь именно на питоне, который я прошел. Вот. И там можно читать какие-то интересные решения, каких-то интересных задач именно на питоне. Вот. Какие-то трюки, которые не вошли в доклад и так далее. Ну, потому что это невозможно. Изначально хотелось побольше решить задач. Вот. Всем спасибо. Собственно, пишите на почту. Вопросы. Можно я скажу? Давай. У меня на самом деле есть точно такая же функция fopen, только она сделана через переменное окружение. Да. Ну, то есть нет лишнего сискола и эксепшена, как бы. То тоже вариант. Да. То же вариант. Вопросы? Да, пожалуйста. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Вам приходилось когда-нибудь в решении олимпиадных задач использовать классы метапрограммирования, что-нибудь вот такое вот? Ну, вообще очень много чего использовал. Не могу все рассказать, показать. Использовал. Python очень богатый язык. Часто использовал всякие кэши, встроенные в Python для функций классы. Есть задача, где нужны классы, потому что, ну, нужны структуры. То есть либо ты делаешь data class, либо name tuple, либо просто класс. Иногда можно клево решить за… Ну, если все… Ну, собственно, как вы понимаете, если вы правильную структуру данных выбрали, ваше решение будет тривиальным. Какая бы сложная задача ни была. Как только… Поэтому, да, конечно, использую. Да, маленький… Маленькая ремарка. Подходил парень, спрашивал такой вопрос. Вот там слоты в Python есть и вообще… Люди, которые придумывают соревнования и разрешают принимать задачи на Python, они не дураки. Они понимают, что аналогичное решение на C++ с одинаковым алгоритмом будет работать быстрее. Соответственно, делается та же проблема и с Java, потому что Java будет чуть-чуть медленнее, чем C++. Соответственно, окно, которое дается на то, чтобы ваша программа отработала и дала конкретный результат, оно пропорционально тому языку программирования и алгоритму, и объему. Поэтому с этим проблем нет. Да, приходится делать разные ухищрения, но, собственно, про них я в Telegram и рассказываю. Вот, там их достаточно много. Да, и куча еще была вопросов. Я видел, подымали руки. Еще вопросы? Спасибо за доклад. Но вы только что ответили на мой последний вопрос, который я хотел задать по производительности как раз. Пожалуйста. Вот так бывает. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Подскажите, вот мы же каждый год знаем, что выпустили новую версию интерпретатора, она еще быстрее и быстрее. Вот это как-то влияет на результат? Там, не знаю, вроде, можно ли выбирать версию интерпретатора, на котором он запускается? И, ну, в общем, связано ли это с какими-нибудь хаками и так далее? Ну, конечно, связано. Python ideas – это вообще 3.8. Контесты обычно отстают и там используют иногда старую версию. Google обычно не лимитирует. Вы можете запустить на любой версии. Поэтому вы можете из dev-бранча собрать cPython и решить задачу. Им главное решение. Вот. То есть они его не запускают. Facebook HackerCup они запускают. Ну, и многие другие аналогичные онлайн, типа, судьи, они запускают часто. Поэтому нужно в локальном… Ну, собственно, вам даже VirtualLength не нужен. Причем локально нужно иметь 100% ту же самую версию. Поэтому обычно это написано там сбоку. У нас там… Ну, я где-то на 3.5.1. Вот этот старый сайт, который я использую, в общем, там 3.5.1. Ну, где 5 тысяч задач. Ну, собственно, почему я к нему и им начал заниматься? Там… Я давно его знаю. Там всегда был c++. И только недавно, 2 или 3 года, там появился Python. И там только 0.5% от всех решений на Python. В этом и самый класс для меня. То есть понятно, что есть на c++, а вот на Python нет. Ну, и решения на Python, они более… Не то, что лаконичные, они более понятные. Нету вот этих дурацких макросов и всего. То есть потом можно открыть свою программу и понять, что она делала. Ну, как-то так. Спасибо за доклад. У меня еще вопрос. Вы упомянули в основном о всех площадках англоязычных. Вот. А такой, допустим, как CodeForces… Да, она есть. Но я специально про нее не сказал, потому что я ее не использую. Но, да, хорошая площадка, мне нравится тоже. Просто я не пользуюсь ей. Понял. А еще есть русскоязычная Тимус. Да, есть. Их очень много. И они, кстати, в той литературе, которую я показал, там 60% русскоязычных площадок, потому что процентов 70 победителей – это Белоруссия и Россия. Ну, собственно, два человека – это туристы, Петр Митчев. Один работает в Google, другой нигде не работает, тот в Google Code Jam не участвует, а тот в Facebook HackerCup выигрывает. Вот они вот так вот делают. И еще с ними там есть… Плюс у вас есть институт в Санкт-Петербурге очень крутой, и у вас там есть преподаватель Андрей Короткевич, кажется. Ну, в общем, его выпускники все выиграют, да. Вот, да, есть. Спасибо, Андрей. Спасибо.